День 2 День 3 День 3 День 4 День 4 День 4 Это коронский сердце, ты знаешь? Нет Делай мне его Нет Почему? Я не знаю Вот этот сердце Да, ну, как это. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте, ребятушки, всем фингер-хард. Пожалуйста, познакомьтесь с прекрасной девушкой Хоз. Твоя имя Хоз? Хоза. Ребятушки, пожалуйста, познакомьтесь с прекрасной девушкой по имени Хоза. Вот, то есть Хоза это по-португальски, по-английски это будет Роуз, то есть как цветок, да, Роза, по-русски Роза. И по-испански это Роуза. Видите, это в испаннице. Вот. Значит, это девушки... Видите, ребята, что-то подсказывают. О, что ты говоришь? Будьте внимательны с телефоном. Видите, я могу получить контакт, да? Это почему, если вы заметили, это что я делаю. Я всегда, как, вы понимаете, повернусь, да? Я пытаюсь держать мой телефон. Спасибо большое, сеньор. Я полный. Вот, ребят, значит, обзор пляжа Кутагейрос. Значит, сразу, что бросается в глаза на этом пляже, помимо того, помимо красивой девушки по имени Хоз. О, мой Бог, Роз, ты выглядишь просто... Я имею в виду, станино, да? Кстати, по поводу Роз, она сказала, что в своей жизни она занималась спортом всего один год, то есть ходит в качалку. До этого никогда не ходила. Вот, немножко, значит, вел вас курс дела по поводу этой прекрасной девушки. Она из города Рио-де-Жанейро. Приехал со своей подругой и с ее матерью в этот город на недельку. То есть завтра уезжает, всего один день остался. So, you're going to stay here only for one day. You're leaving tomorrow, yeah? Actually, I checked my hotel. My hotel is also like I'm checking out tomorrow. So, I still don't know whether I'm going to book, to rebook or to go to San Luis Vincenzo or Santos or Isabella, as you told me, yeah? I still have no idea. I just checked. Oh my God, I'm checking out tomorrow, yeah? So, we'll see. Вот, ребят, значит, приехал с Рио-де-Жанейро со своими друзьями. Завтра выселяется. У меня, кстати, тоже завтра выселение. Я не знаю, пока что плана нет. Хотите верьте, хотите нет, но это факт. Значит, а у нас сравнение Питагуэра с Энсиадой и Тобо. Что сразу бросается в глаза, так это то, что на этом пляже не только воркуют голуби, да, на пляже очень так дружелюбненько. Но, ребята, и то, что он более компактный, и обратите внимание на зонтики. Они расположены гораздо ближе друг к другу, то есть он более такой, скажем так, насыщенный, да, плотный в этом плане. Тоже вижу, что ребятушки здесь серфят, также продажа идет на пляже. То есть пляж в этом плане довольно интересен. Как говорят некоторые люди, которые живут в Бразилии чуть дольше, они говорят, что это более такой центральный пляж, здесь есть торговый центр, магазин и кафе. И считается район по-центральней. Не знаю, может быть потому, что он окружен вот этими зданиями, домами, там больше как бы он насыщен гостиницами. Здесь больше насыщен, как вы видите, вот такими домами. То есть здесь более жилой массив. Видно, если ты здесь живешь, то ты считаешься крутой. Вот, также если вы видите, ребята, там происходит серфинг. Вот, волна здесь, на мой взгляд, как-то почетче. Она не такая разрывная, как волна на Энсиада. То есть в этом плане здесь, я так понимаю, посерфить получше. Вот, значит, набережная, ходят люди, молодежь есть. Точно так же, ну как бы не мешало бы там еще по пляжу прогуляться, но пока мы прогуляемся здесь. План такой, что дойти либо до смотровой площадки и отснять вам пляж, либо дойти сразу до пляжа Томбо. То есть как-то так. Ребята, прицепить немножко водички. Сколько просто? Сиди, альф. Шесть рионалов, ребята. Сиди, ван мой. Бригада. Видите, ребята, я уже определяю мульту абригаду. Мульту абригад. Уже определяю, значит, ну, немножко цифры знаю. Вот пару слов. Да, хорошая идея. Это, в принципе, я сделал в Энсиаде. И я говорил моих подписчиков, что лучше мне идти так, потому что они вверху в направлении. Да, это опасно. Короче, говорит, нет, типа, не иди там, потому что выхватят и уедут на мопеде или еще на чем-то. Поэтому, видите, ребята, вот так вот. Хоса заботится обо мне, понимаете, о моем телефоне. То есть у человека, видите, какой уровень самосознания. Что я здесь приезжий, baby boy, да, как бы, что можно немножко за мной тут немножко присмотреть, как бы. Вот по этому респекту. Чипс. Ребят, Хоса рассказала, как она путешествовала в Португалию. Вот. Получается, ехала в Марокко с пересадкой в Португалии. Значит, было всего ничего. Там один день в Португалии. Все ее определяли, что она из Бразилии, потому что акценты немножко выглядят не совсем, как бы, да, так, классически по-португальски. Потом приехала в Марокко. Люди к ней на улице приставали, потому что видели, что она иностранка. Трогали руками, там, предлагали, типа, сколько денег спрашивали, сколько стоит, чтобы с тобой переспать и так далее. Вот. Потом она поехала в Италию. В Италии ей тоже понравилось. Но в Италии люди тоже, мужчины, то есть, постоянно не давали прохода, то есть, заговаривали с ней, там, трогали. Все думали, что она проститутка, то есть, да. А, ты из Бразилии, значит, ты проститутка. То есть, какое-то вот такое видение было у людей в Италии. Поэтому, ребят, обратите внимание на такие нюансы. То есть, тоже знаете, что нюансы, как путешествовать одному и одной девушке тоже. Ребят, значит, пользуясь случаем, девушка, которая хорошо говорит по-английски, и мы с ней познакомились, как бы, на сайте знакомств, я у нее сразу спросил вопрос по этому всему поводу. Говорю, слушай, слушай, такая тема, я сейчас нахожусь, как бы, ну, в Гуаружа, в Гуаружа, в Гуаружа, сейчас нахожусь в Гуаружа, и мне интересно, не очень много девушек со мной идет на контакт на сайте знакомств, вот, и мне интересно понять. Я ей задаю прямо открытым текстом вопрос, ввиду чего это происходит? Потому что я, как бы, ну, некрасивый, я стрёмный здесь, там, не высокий, не мышцатый или не симпатичный, или там, она говорит, она сразу у меня прибывает, говорит, ну, ты выглядишь, как иностранец. Я говорю, ну, да, я выгляжу, как иностранец, я знаю, но, говорю, в чем нюанс, то есть, либо я некрасивый, где-то не добираю по каким-то баллам, либо критериям, либо дело в том, что девушки не говорят по-английски. Она говорит, девушки, да, здесь не говорят по-английски. Я говорю, ну, такая причина, какая основная кроется в чем, в том, что они не говорят, или в том, что я, как бы, не добираю. И она, видно, не совсем хотела эту тему поднимать и обсуждать, мы мало знакомы, плюс, как бы, выставлять, грубо говоря, ну, такая тема, не все хотят на ранних этапах такие темы выставлять. У всех есть какие-то стереотипы и нюансы по поводу своих стран и чужих стран, и по поводу своих, ребята, знаете, как бы, ребята за рубежом, не так сразу, как россияне, я уже освещал это в одном ролике, там, где едут за рубеж, и сразу вываливают знакомым и незнакомым людям свою страну с какой-то отрицательной стороны. То есть у иностранцев такой практики, ребята, не наблюдаются. Поэтому даже для такой прекрасной девушки, как Хоза, которая немножко попутешествовала по миру, знает различные языки и культуры, даже для нее в этом таком интернациональном сознании все равно это не совсем приветствуется, это обсуждать. Но она мне сказала причину. Она говорит, слушай, понимаешь, говорит, люди в Бразилии открытые, говорит, особенно, говорит, в Рио-де-Жанейро, говорит, открытые люди там еще открытия, говорит, открытые, открытые, максимально открытые. Поэтому, говорит, люди начали по миру распускать такой типа слух дурной, что бразильские девушки, они открытые или, если можно так сказать, легкодоступные. Вот. И, говорит, ввиду этого девушки просто закрылись, говорит, то есть, ну, все. Я это услышал, я сразу для себя все понял, ребят. То есть, девушка, мы, то есть, это называется, ребята, уровень самосознания нации. То есть, целой нации, не надо ходить и объяснять каждому одному по очереди. Вот, девушки, не надо общаться с иностранцами, потому что иностранцы потом едут и рассказывают всем, всему миру, что наши девушки легкодоступны, а потом девушка едет в Марокко либо в Италию, ее трогают руками, ее принимают за проститутку. Некоторые хотят с ней спать бесплатно, а некоторые хотят с ней спать за деньги. Открыто белым днем ей об этом говорят. То есть, у людей хватает сознания, то есть, люди доросли до того уровня, когда они могут между собой, как бы, эту информацию обсудить, до этого дойти, кто-то где-то кому-то сказал, кто-то где-то кому-то намекнул. Они поняли, что пошел этот тренд, и все, они его искореняют. И теперь такие, как бы, студенты, как я и другие ребята, кто будет ехать в Бразилию, как вариант, они будут испытывать трудности в общении с противоположным полом, не только потому, что у них не хватает португальского, или тем более даже английского, тогда это вообще все запущено, вот, а лишь только потому, что какие-то молодцы бегали по миру, распускали этот слух, и как бы, да, и это привело к таким, скажем, печальным последствиям, что такая красивая нация, такая разнообразная, да, люди, как выглядят, очень по-разному, красиво и сексуально, не готовы общаться с иностранцами лишь только потому, что те ляпают своим языком, что ни попадя. Поэтому этот урок, я считаю, положительный урок для всех, поэтому, ребята, обратите, поэтому, ребята, обратите внимание на этот урок и возьмите это на вооружение. То есть, если меня слышат молодые девушки из России, да, допустим, с Украины, наши девчонки, кстати, вам фингер-хартик и приветик, знаете, что вы самые лучшие, самые красивые, самые душевные, самые любимые, берите пример с бразильских девушек, не занимайтесь ерундой, слухи тоже разные ходят, поэтому соберитесь, как бы, возьмите пример с бразильянок и, как бы, немножко закройтесь для иностранцев, иностранцы-дебилы, общайтесь с нашими парнями, как бы, которые адекватные, адекватных парней очень много, вот, а я так понимаю, что нам, наверное, пора уже сворачивать на смотровую площадку. Видите, ищем телефон, сейчас немножко чекнем по карте, куда мы можем пройти, вот, может быть, сразу пойдем на пляж Томбо, может быть, поднимемся на смотровую площадку. О, there is a sign, do you know this? Видите, указатель. Welcome to Guarujá. Welcome to Guarujá, okay. Dxana Praia, Sopegadas, Rekoha, Seolihu. Say, leave it in the sandy, just your foot on... Ah, don't step here, okay. Yeah, don't, don't give your trash, don't leave it here in the sandy. Don't throw the trash on the sand, okay? Yeah. But people still do sometimes, maybe, because I noticed there are some kind of, you know, ashtray. Ребята, значит, вот мы пришли на пляж Томбо, зацените Ведон. Кстати, классный Ведон, сейчас сразу сделаю вам панорамный обзорчик. Панорамный обзорчик этого пляжа. Сразу видно, что здесь другой немножко песочек, не такой, как был на пляже Энсиада. Вот, сейчас мы выходим на более жесткий песок. Вот, погнали. Это вот здесь, кстати, такой, как в Каговке. Перед Матч Петер подошли, да? Во правом. Во. Давайте посмотрим, что за публика. Кто загорает, в какой форме. Цвет воды здесь пободрее. И, видите, меньше людей в воде. В воде минимум людей, зато концентрация серфинга. Люди на улице там были, парковали серфингом. Вон уже серфик, люди за ской идут. Вот видно. То есть, я так понимаю, здесь самый четкий серфинский точек, наверное, здесь, если можно сказать, поблизости. Сейчас мы посмотрим, и пытаемся в этом вопрос, и сами, ребята, разобраться. Ну, пока сейчас скажу, что из всех пляжей, в которые я был, если бы я хотел куда-то пойти, с такой прекрасной девушкой госхоза, я бы пошел на этот пляж. Сейчас я об этом собственно доложу. Итак, сегодня я испытывал четыре разных пляжей, и до сих пор это лучший, это больше, чем я люблю. Например, если у меня есть возможность, чтобы куда-то пойти на пляж, я бы хотел выбрать один, и чтобы приезжать с тобой, я бы выбрать этот. Да. Потому что ты не знаешь пляжи из Рио. Да, я не знаю пляжи из Рио. Пляжи из Рио. Видите, ребята, на пляже написано Перигу, что означает опасно. Вот они, видите, красные флажки. Для тех, кто едет за рубеж, обращайте на это внимание, ребята, потому что это может стоить вам жизни, вам и вашим близким. Красные значки, это не стрелочка-указатель, куда вам надо идти купаться. Красные значки, вот такие флажки, либо указателька, ребята, это значит, это знак того, что что ваша жизнь находится под угрозой. И спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ребята. Помните насчет этого нюанса. Так, а здесь, собственно, инструкция, я так понимаю, по серфингу. Может, сейчас спросим, сколько здесь стоит? Пожалуйста, спросите их, если это все стоит в курсе, и сколько это стоит угрозой с инструкцией? Что? Пожалуйста, спросите их. Я думаю, что вы не будете спросить? Это было в курсе, или что? Да, о моих школах. На Усколах? На Усколах? На Усколах? Нет. На Усколах? Усколах, только на Утрил, только на Усколах. Да, просто на усколах. Какая цель, да? в Буа-Рожан, с инструктором. Сколько за час? Обычно они собирают... 100 рублей. 100 рублей. Масква-Россия. Масква-Россия. Руссия. Руссия-Россия. Руссия-Россия. Бразилия и Руссия, хорошие друзья. Бразилия и Руссия, хорошие страны. Бразилия и Руссия, он и то, да? Руссия-Россия. Не знаю, а это, спасибо! Я не знаю, я только если я приехал, но я обождаю. Он был второй уточн, так я же не знаю. Он же из Бразилия и Руссия? Не знаю, нет. Какая値 стоит 1 часа с инструктором? Руссия-Роса, ралая? Апрохим. Руссия-Роса, да? Расскура-Роса, мы можем найти... Расскура-Роса, да? 1 час. 1 час. 1 час. Мультура бригада. Спасибо, ребята. Удачи! Удачи! До свидания! За 6 долларов. Так, если можно посерпить помещения с инструктором, это просто гениально. Волны вроде не огромные, но прикольные. И, в принципе, пляж мне нравится. Красиво было бы серфить оттуда. Представьте, ты такой серфишь и смотришь на этот пляж. То есть, эти горы, эти люди. Белый песочек. И ты видишь, такой видон из воды. То есть, видон простирается, что надо. Вон, посмотрите. Ребята, кайф! Ребят, легкий срез общества, немножко осветить все-таки, пройтись мимо зонтиков, как выглядит публика, чтобы хотя бы представление хоть какое-то немаломальски у нас с вами было. Для получения больше плеча. Да. Плеча – это все. Что касается туалета, это бесплатно или нужно платить? Я не знаю, может быть. Хорошо. Добрый день. Туалет, да? Очень спасибо. Здесь в комнате. Хорошо. Где ты? Москва, Россия. Что? Москва, Россия. Где это? Ты не знаешь, где Россия? Россия? Да. Хорошо, Россия. Хорошо. Ты бразильский, да? Бразильский. Здесь женщина, а здесь мужчина. Мужчина. Спасибо большое. Сколько стоит 1 часа, чтобы служить с инструктором? Что? Сколько стоит… Вы говорите в английском, нет проблем. Сколько стоит 1 часа, чтобы служить с инструктором? 100 рублей. 100 рублей. Да. Ребята, посмотрите сразу. Легкий срез общества, видите? То есть не только мне зашел этот пляж, но ребята еще и девчонкам этот пляж тоже нормально заходит. Красный пляж. Видите? Он тоже кайфанул. Пацаны, нормальные пацаны. Нормальные пацаны, они везде нормальные пацаны. Хорошо. 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 Ребята, значит, только что пообщался с Данилом. Данила сказал, что это самый лучший пляж насчет серфинга. Но я сразу вам сказал, потому что волны мне понравились. Вам посмотрите, как тут ребята заряжают. То есть волна подлиннее, она не так ломается, как на других пляжах. Поэтому, поэтому не зря я считаю, нам этот пляж с вами, ребята, зашел с самого старта. То есть пляж четкий. Как вы успели заметить. Красивые люди, классные волны. Что еще надо? Значит, ребят, Данила сказал, что цена на серфинг 20 баксов за час. То есть это будет теория. И потом он тебя поставит на тоску. Говорит, ты по-любому сможешь занырнуть, посерфить. Говорит, одну, две, три волны, ты по-любому пять даже, говорит. Он сказал, ты можешь делать. Вот. Но это уже, я не знаю, как пойдет. Но я сказал, что мне теория не нужна. Я уже серфил где-то 20-25 часов. Знаю примерно уже и теорию. И могу на доску становиться. Говорю, скидку мне сделаешь. Говорю, мне надо просто, чтобы у меня был инструктор, который бы меня защищал от качелей с местными. То есть, как бы. Ты бы меня направлял, говорил бы, когда я бы стартовал бы. То есть, все. То есть, просто как мой такой защитник. Говорю, за десяточку долларов с тобой порешаем. Он говорит, да. А вот, кстати, ребята, бесплатный туалет. Здесь можно помыть ручки, покупаться и сходить в туалет. Вот. Сейчас вам также освещу тему, ребята, душа. Здесь, значит, есть душ. Вот, посмотрите. Люди полоскаются перед, собственно, пляжем и после пляжа. То есть, в этом плане, то есть, есть все удобства. Серфинг, инструктор, пляж, бесплатный туалет и, ребята, полиция. Обратите внимание, то есть, ощущение безопасности. Вот я могу рассекать здесь телефоном. И я понимаю, что никто ничего не сделает, потому что, ребята, собственно, на воду на полицию. То есть, место, по-моему, вообще шикарное. Берите на вооружение. Ребятушки, ну что, на сегодня вот такой контент. Вот. Познакомился с прекрасной девушкой Рохой. Вот. Посмотрите, какая она очаровательная. Просто супер. Хоза. 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 Ставьте этот контент своим лайком, комментарием. Перешлите кому-то этот видос. Кто-то, может, интересуется Бразилией, потому что в Бразилии много стереотипов, мало информации. Перекиньте, покажите. Подпишитесь на канал, нажмите, чтобы вам приходили уведомления на колокольчик, напоминания, ребята. Вот. Давайте немножко как-то интегрироваться в этот контент, потому что контент, ребята, горячий. Горячий, жигучий и полезный. Всем хорошего дня и приятного настроения, ребятушки. Фингерфакт. Просто говори, да? Просто бай, да? Бай, бай. Бай. Бай.